Похороны децентрализации Украины уже состоялись или надежда остается? Андрей Бабийский специально для Украина.ру за 17 января 2020 года Накануне Владимир Зеленский по итогам встречи с заместителями главы фракции «Слуга народа» принял решение отозвать из Верховной Рады законопроект о децентрализации И в первоначальном, и в подданном, позднее доработанном варианте законопроект о децентрализации трактовался властями как исторический, нуждающийся в скорейшем принятии Фактически срыв реформы децентрализации будет иметь сразу несколько малоприятных для правящей команды последствий что вообще послужило причиной столь скорбной развязки Первый проект, внесенный в декабре, был настолько невнятным, что сразу подвергся шквалу критики и был тихо взят президентом обратно Новая версия, попавшая в Раду через две недели, оказалась технически неисправной Основной текст законопроекта скорректировали но приложения, в которых следовало поменять все параметры, чтобы они соответствовали внесенным поправкам не потрудились исправить В таком виде законодательный акт принимать просто нельзя Сама суть предложенной реформы тоже вызвала немало нареканий у западных партнеров Украины в частности Германии и Канады, послы которых немедленно заявили о необходимости проводить реальную и масштабную децентрализацию с предоставлением местному самоуправлению серьезных дополнительных полномочий Это означало, что в законопроекте они усмотрели только имитацию реформы Действительно, создаваемый Зеленским институт префектов серьезно усиливает позиции центральной власти на местах Будучи подчинены президенту и правительству, они получают право распускать местные органы власти и блокировать или отменять принятые ими решения До таких вершин централизации ни одна украинская власть еще не добиралась Вот как описал ситуацию директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан в интервью «Стране.юэй» «Принципиальная правка, которая несет угрозу местной демократии в усилении полномочий префекта Теперь он не только представитель исполнительной власти, но и контролер, а также суд в одном лице Он сам приостанавливает акты и действия местного самоуправления Все решения подпадают под его контроль Это уже не надзор, а контроль У префекта становится больше функций, чем у прокурора Он может издавать наравне с органами местного управления указы, подменяя их собой Фактически, он становится единственным контролером и исполнителем А его слова выше слов любого представителя власти на местах Еще одна серьезная попытка слукавить, обойдя требования минских соглашений Была предпринята Зеленским, когда он не внес в законопроект норму об особом статусе Донбасса Закон после принятия предоставил бы право Верховной Раде определять статус административно-территориальных единиц Статус городов Киева как столицы Украины и города Севастополя в системе административных территориального устройства Украины Да, эта позиция позволила бы легализовать принятый ранее закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей Но 11 пункт комплекса мер по имплементации минских соглашений без всяких оговорок и разночтений предусматривает конституционную фиксацию особого статуса В начале недели Владимир Зеленский общался по телефону с фрау Меркель, которая только что вернулась из Москвы Где во время общения с Владимиром Путиным обсуждался и этот вопрос Вне всяких сомнений госпожа канцлерин напомнила своему визави об обязательствах, которые взяла на себя Украина по отношению к Донецку и Луганску Весной должна состояться очередная встреча в рамках нормандского формата Париж и Берлин, не говоря о Москве, крайне заинтересованы в том, чтобы представители Украины явились на нее не с пустыми руками Надо понимать также, что параметры особого статуса должны быть согласованы с Донбассом А из-за противодействия партии войны внутри Украины правящая команда на это пойти не может В результате реформа, вероятнее всего, потерпела провал, поскольку не совсем понятно, каким образом можно успеть проголосовать за исправленный вариант до выборов в октябре 2020 года Принимать нужно не один законопроект, а сразу несколько, увязанных с ним Теоретически все возможно Слуга народа может наскрести 300 голосов для внесения изменений в Конституцию Но это надо будет делать в режиме форс-мажора, в котором нынешний киевский режим, как показывает практика, действовать не умеет Он предпочитает продвигаться в избранном направлении мелкими шажками А это тот темп, который похоронит децентрализацию до предстоящих выборов Андрей Бабицкий, специально для Украина.ру Похороны децентрализации Украины уже состоялись? Или надежда остается?